Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в Байкленде на Ярославском шоссе и у нас сегодня чемпионка мира по кросс-кантри ралли Анастасия Нифондела. Привет, всем привет! Привет, Костя! Как дела? Расскажи про последнюю гонку, как все прошло? Дела хорошо, недавно вернулась из Эмиратов с первого этапа чемпиона мира по кросс-кантри ралли. Там было жарко, там всегда было так жарко, температура находилась на 45 градусов. Но я справилась, проехала все 5 дней, от и до, без штрафных минут, без штрафных очков, это уже большой плюс, и знала 14-е место, в общем, за счет. И первое в женском? Ну, в женском, да. Было трудно? Было, конечно, трудно, а в Мудабе вообще считается одной из самых сложных песчаных гонок в календаре чемпионата мира, поэтому, конечно, это не было такой легкой прогулкой в трилоне. Понятно. Что тебе помогло в этой поездке? Ты знаешь, вот как это ни странно, экипировка Альпинстерс, она вроде бы как бы, да, казалось бы, выпускается для мотокросса, но ралли-рейтовые гонщики, они тоже все это используют. И главное во всем этом, это, конечно, удобство. Удобство, комфорт, как это сидит, потому что гонщик в ралли-рейтах проводит очень много часов на мотоцикле, несколько дней подряд, и главное, чтобы это нигде не натирало, чтобы это было все удобно, комфортно, качественно, нерволосимо, естественно. Главное, что очень продуманы все элементы, которые дают циркуляцию воздуха, потому что очень важно, чтобы организм получал вдув, охлаждение, вот, все это действует, действительно, все это работает. Поэтому большое спасибо компании Бакланд и Альпинстерс, потому что они делают синтепластную и качественную экипировку. Отлично, что тебе все помогло и сносило. Да, ну и защита, конечно, безусловно, защита это в первую очередь. Я в этом году ездила именно в женской защите, женская защита Альпинистар Стелла Бионик Джейкет. Раньше, знаешь, скептически вообще относилась к женской защите, ну, потому что мне казалось, что для девчонок делаем какой-то такой чуть попроще, послабше, может быть, да, из каких-то более легких материалов, но на самом деле на практике оказалось, что это не так, что защита абсолютно такого же уровня, как мужская версия, да, ну, просто она сшита с учетом всех анатомических особенностей женского организма, а это очень удобно. Опять же, да, то, что я говорила, играли рейдах, что все сидело удобно, нужно, что нигде не натирало, и с этой защитой это действительно так. Ну, и, конечно же, мотоботы Альпин Старс. Я в них уже очень много лет езжу, еще начинала с модели ТЭЧ-8, которая, кстати говоря, до сих пор выпускается, такой чудесный олдскул, на мой взгляд, он вообще самый такой дубовый, самый надежный башмак, но когда стали выпускать уже десятки, я померила десятки, поняла, что десятки, они как-то у меня на ноге лучше сидят, покомфортнее, и мне нравится то, что у них есть внутренний сапожок, который всегда можно вынуть, просушить, и, соответственно, утром ехать уже в нормальных сухих сапогах, либо же я очень часто беру просто самый запасной комплект этих сапожков, и, естественно, не успевает предыдущий комплект, вы используете на ночь, ну, убивает на бумагу, просто вставляешь новый комплект, едешь, вообще комфортнее, ногу, и хорошо держит ногу, хорошо держит перед на стол, но для моей ноги десятки очень хорошо подходит. Попробовал в этом году новую ВР-ку? Шлем там, да, я еще с прошлого сезона его тестировала, шлем очень хороший, мне понравился, мне очень понравилась история с тем, что начали делать вот эту вот защелку козырька, очень это помогает, как-то у меня было, еще со старым шлемом я теряла болтик, плохо затянула, козырек потерялся, и все, он болтался, страшно надребезжал, а сейчас такой защелка и в тюрьме дизайна, новые вот эти все ремные жесткости, они добавляют такой агрессивности, и очень хорошая продувка, что тоже очень важно, когда едешь в жару. Почувствовала разницу между предыдущей моделью с новой подкладкой МЕЦИСКОЙ, которая амортизирует? Ты знаешь, как-то так вот на практике какой-то глобальной разницы нет, то есть она, все-таки она сделана больше, женит лепилей, ну не даже больше, она сделана некомфортно, она именно сделана для того, чтобы лучше защитить голову, чтобы нагрузка с шеей была снята, да, когда если мы даем, потому что она скручивает, да, вот, поэтому у меня, слава Богу, не было краш-тестов. Какие-то конкретные трудности встречались на этой гонке? Ой, ну на гонках всегда какие-то трудности встречаются, то есть не бывает такому, что дата выехала, и прям вся гонка, одно сплошное удовольствие, все время ты что-то преодолеваешь, где-то тяжело, потому что жарко, где-то сложный весок, сложный дюйм, где-то по навигации не получается сразу найти точку, которую люди. Поэтому каждый день что-то, какие-то приключения встречаются, но, собственно, из этого же гонка, она и состоит, и когда ты приезжаешь на финиш, то радость от того, что ты смогла это сделать, она больше, чем больше вот этих как-то нескольких, чем больше трудностей, тем потом ценнее эта победа, прежде всего, ты с собой. Согласен полностью. А какие-то забавные истории? Когда мы были в Ла-Пасе, у нас был такой промежунишний финиш, и зрители, всегда у Южномерии еще много зрителей, они все время окружают, пытаются с тобой сфотографироваться, и вот в очередной раз, когда нас облепили, и когда они хотели фотографироваться, и уже в какой-то момент реально стало опасно, я им все пашунухами, что все-все отпустите, я поеду. Я просто буквально уже силком прям уже вырывалась из этой толпы, и отъехала на мотоцикле уже пару метров, вдруг я слышу сзади какое-то какое-то такое детское нытье, и что сзади кто-то шевелится, кто-то мне посадил ребенка сзади на мотоцикл, видимо, чтобы сфотографировать, и пока родитель отходил, у нас телеванчик, я поехала, да, это, конечно, было, это было смешно. А пока ты была на гонке, мы успели открыть новый салон на Ярославке, ты у нас была? Нет, это был первый раз, ну, видно, что совсем все новое, такое красивенькое, старались, очень здорово, на самом деле, я как раз думала о том, что когда я сюда ехала, очень здорово, чтобы расширять свою географию, потому что я, я, например, сама с Юго-Запада, Москвы, и мы, обычно, да, мы все дела, где-то Запад, Юго-Запад, а люди, которые живут, например, на другом конце Москвы, ехают к вам туда на Минку, в магазин, ну, далеко, а тут всегда можно приехать, посмотреть экипировку, обслужить мотоцикл, или, наверное, советовать со специалистами, там, что-то, если они... Поэтому здорово, очень классно, что расширяетесь, это всегда хорошо, тем более, в наше такое непростое время. Ассортимент впечатляет, в принципе, я, как это уже избалованная, да, в магазинную Байкленд, потому что к вам, как не приедешь, у вас глаза все время разбегаются, хочется и это посмотреть, и то померить, поэтому, в общем, оставитесь верны себе, здорово. Отлично, мы очень рады, что тебе вам понравилось.